Сегодня, ребятки, я хочу с вами разобраться все-таки, что же лучше показывает спидометр, которые у нас есть, уже встроенные в мотоцикле, или же по GPS-спидометру, то есть кто из них врет. И давайте мы же с вами проэкспериментируем и отобьем все вопросы. Именно мы будем снимать, мы сделаем замеры 100-200 и максимальную скорость. В общем, как я уже и сказал, замер будет у нас 100-200 и максимальная скорость. Спросите, как я буду замерять, а вы, в принципе, сами уже все увидите. Дорога, где мы будем ехать, сделать замеры. Хотя бы сделаем 100-200, если будет позволять. У меня на камере GoPro 8 есть встроенный GPS, и мы за счет этого и будем проверять. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот она лежит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. показалось 170, то есть уже погрешность на 30 километров. Я поехал 300, у меня уже была погрешность на 50 километров под GPS. То есть как только я набрал там 240, видели, это уже как раз у меня было 300 по спидометру. И те 9 километров до 249 как раз было уже 300. Не верите, можете сами проверить. И под GPS была максималка всего 249 или 250. То есть если у вас есть какие-то предложения по другим каким-то GPS приложениям или еще что-то, я готов замерить для вас, пишите в комментариях, если вам это будет интересно. Ну а пока вот как-то так видим показатели таковы. Пишите вы в комментариях, что более правдиво, GPS, спидометр по GPS, или же это тот спидометр, который у нас есть стандартный на мотоцикле, на любом автомобиле и так далее. Ваше мнение всегда будет учитываться. Не забывайте, ребята, что мы проводим конкурс каждую тысячу подписчиков. Я буду что-то разыгрывать, ваше предложение что. Ну а на 10 тысяч также есть розыгрыш моего мотоцикла Kawasaki Ninja ZX9R.